Еще месяц назад жизнь Владимира Михеева была под угрозой, о чем он сам даже не подозревал. Мужчину мучили боли в ноге, появился некроз пальца. Помочь ему могла только операция, но во время предоперационного обследования у пациента обнаружили рак желудка. И вот каким образом объединить эти два вмешательства, вот это была основная проблема. Потому что каждая из них, это достаточно тяжелая, большая и серьезная операция в отдельности. Но действительно прооперировать сразу две патологии было бы очень заманчиво, потому что время работало против пациента. Нельзя было откладывать на операцию по поводу ишемии нижней конечности, нельзя было затягивать с операцией по поводу тяжелого заболевания желудка. Врачи собрали консилиум и приняли непростое решение провести единую операцию по устранению обеих патологий, объединив усилия общих и сосудистых хирургов. То, что получилось, это наш такой коллективный труд. И в принципе, вот сейчас постфактум могу сказать, что именно тот вариант, который мы предложили данному пациенту, он был оптимальным. То есть там были различные вариации, скажем так, техники проведения и последовательности этих оперативных вмешательств. Но вот именно такая комбинация, она оказалась оптимальной, как показывает вот сейчас практика ближайшего послеоперационного периода. Уже спустя сутки после операции Владимира Михеева перевели в отделение, а сейчас выписали, и он может постепенно возвращаться к привычной жизни. Решение было тяжелое, но операция портилась легкая. Сейчас я отхожу и живу. Какие ощущения после операции? Жить, жить. Чувствую себя прекрасно. И можно сказать, что кому-то мне операцию и не делали. В нашей стране подобных операций еще не проводили, но похожие случаи специалисты нашли в методической литературе американских коллег. Его и взяли за основу, став первыми российскими специалистами, которые провели такое вмешательство.